Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в программе «Подоплёка» участвует депутат Сейма Регина Лочмала-Лунёва. Уже просто Лочмала. Всё нормально. Уже просто Лочмала. Да, хорошо. Итак, мы обсуждаем тему готовности нашей медицинской системы к пандемии, которая, к сожалению, демонстрирует очень высокие результаты заболевших и госпитализированных. И вот буквально на позапрошлой неделе, наверное, уже теперь Регина инициировала запрос Минздраву с рядом таких самых радикальных и болезненных вопросов, которые требуют обсуждения и ясности. Минздрав ответил в своей манере, как обычно, ну, то есть где-то по существу, где-то отпиской. Ну, в общем, о чём спрашивали, что ответили, насколько вас удовлетворил этот ответ, Регина? Ну, во-первых, это был только первый запрос, второй был по поводу закупок вакцин от гриппа, потому что, простите, во-первых, я забыла поздороваться. Доброе утро. Доброе утро, Регина. И самые важные вопросы на самом деле задают люди, потому что это то, с чем они сталкиваются ежедневно. Получилось так, что мне сразу несколько человек написали о том, что они ищут по всей Латвии вакцину от гриппа, готовы купить её за деньги и нигде не могут приобрести. Я задала несколько вопросов представителям подкомиссии Сейма по здоровью, есть ли у них какая-то информация по поводу вакцин от гриппа, и узнала очень интересные факты, например, о том, что планирование закупок вакцин у нас ведётся в стране очень странным образом. Более того, система этого планирования не изменилась даже с началом пандемии. Могу сказать, я получила вчера ответ Минздрава по поводу этих вакцин, и там чёрным по белому сегодня, в конце октября 2021 года, в разгар пандемии 2020 года, когда у нас по 250 и более человек заболевших в день, они мне отвечают, что закупки вакцины против гриппа в 2020 году велись на основании правил Кабинета министров 2010 года. Где в группе риска обозначены только маленькие дети в возрасте до 2 лет, беременные и беременные. И всё. Ты будешь смеяться, на следующий год, как ты думаешь, какая цифра у нас заложена в бюджете 2021 года на закупку из госбюджета антигриппозной вакцины? Ну вот как ты думаешь, примерно? 700 тысяч евро. 139 тысяч евро. Плюс 760 тысяч дополнительно просит Минздрав, чтобы включить в группу риска ещё медицинских работников, то есть медперсонал и постояльцев домов престарелых. То есть ещё раз, дети до 2 лет, беременные, на них, на эту вакцину деньги есть, это 139 тысяч из нашего почти 11-миллиардного бюджета. И просят ещё 700 тысяч, но Министерство финансов, Рейерс, эту сумму не даёт. Я подала поправку, я вот к бюджету лично написала, то есть кроме того, что подаёт наша фракция, согласие в общей сложности 40 поправок, из них моих 6. И самый главный из них – это запрос на приобретение масок для малообеспеченных в Риге, на что мы просим 400 тысяч. Слава Богу, вчера кричать мы об этом, просто кричать, простите, мы об этом начали уже раньше. И вчера поздно вечером была принята наша поправка к закону об управлении инфекцией ковидом. Там два очень важных пункта. Первое, что штрафование наших жителей за то, что ты не надел маску в общественном месте, будет применяться только с 20 ноября. И почему 20 ноября? Потому что до этого срока, до 20 ноября, через социальные службы самоуправлений будут розданы всем малообеспеченным и самым бедным нашим людям маски бесплатно. Эти маски будут закуплены за госсчет. Уже сказано, что это будут за маски. Это будут не одноразовые маски, а многоразовое использование, которое можно стирать. Я еще, конечно, очень хочу посмотреть физически, что это за маска, узнать все спецификации, кондиции. Но в любом случае уже хоть что-то. Потому что, простите, требовать от людей, чтобы они носили эти маски, прекрасно понимая, что не все, мягко выражаясь, в нашей стране могут себе позволить пойти просто, как у нас в Риме. Четыре маски за почти 4 евро. Или за 17 евро, но 50. Нет у людей таких денег. Поэтому совершенно логично. Я верю людям, которые говорят, что видели на улицах, как старики подбирают кем-то брошенную маску на улице, прячут себе в карман, чтобы на всякий случай прогладить утюжку. Вот они стирать не будут, они гладить, потому что, к сожалению, ношение масок, и я понимаю возмущение людей, превращается в фарс, имитацию. То есть это используется как некий бутафорский предмет для того, чтобы показать, вот я подчиняюсь тому, что вы там напринимали эти законы. А что, у этой маски уже накопилось? Это уже второй вопрос. Я тебе скажу больше насчет масок. Естественно, вчера во время дебатов, дебаты были очень бурные, руководитель комиссии, которая продвигала вот этот вот закон по ограничению ковида, господин Рансенс из ЕКП, несколько раз подчеркнул, что никто не говорит, что эти маски предотвращают заболевание ковидом, а мы ведем речь лишь о том, что они уменьшают вероятность заражения ковидом. Я могу тебе не называть имен, а рассказать реальную историю, когда моя очень хорошая знакомая заразилась ковидом в православной церкви, потому что там заболел священник. При этом сама эта женщина была в маске, более того, она была в перчатках защитных, но священник был без маски. И она заболела, причем она знает точно, что это был именно этот момент заражения, потому что те люди, которые стояли рядом с ней, их всего было трое, они заболели, все трое, и священник на данный момент находится в больнице. То есть то, что вы в маске, не означает, что вы не заразитесь, то есть маска более важна для того человека, который, возможно, заражен. То есть, пожалуйста, огромная просьба, если у вас появляются любые симптомы, я уже слышала огромную палитру этих симптомов, то есть любые симптомы простудного заболевания, повышение температуры, насморк, кашель. К сожалению, вот то, что говорили весной, что насморк не является признаком ковида, это не так, потому что сейчас осенний период, и вы можете заболеть сразу, скажем так, ваш организм может проявить реакции на сразу несколько бактерий и вирусов, и вы не сможете отличить одно от другого. Поэтому просто, если вы просто плохо себя чувствуете, пожалуйста, будьте ответственны, не посещайте публичные места, берегите членов своих семей, старайтесь выполнять элементарные правила гигиены, то есть заведите себе отдельную кружку. Олегина, вот по поводу масок и вообще средств индивидуальной защиты, в письме, которое вы направили Минздраву, был об этом вопрос, вот, и, кстати, уже после того, как Минздрав ответил, прозвучала информация о том, что централизованно закупленные средства индивидуальной защиты, вот сейчас поступили в Латвию последняя партия, и в дальнейшем Минздрав предполагал почему-то, что эти средства индивидуальной защиты, больницы и семейные врачи должны закупать индивидуальные. Сами, как это раньше и было. Сейчас как-то сдвинулся этот вопрос в Минздраву. Вопрос сдвинулся, но в очень интересную сторону. Я тебе могу сказать так, что в следующем году все централизованные крупные закупки защитных средств будет осуществлять, тадам, Министерство обороны. И, как ты понимаешь, эти закупки будут засекречены, то есть будет ограничен общественный контроль за спецификацией этой закупки, за ее процедурой. Но мы надеемся хотя бы, что мы сможем протестировать те маски, которые в реальности через вот эту систему закупок будут поступать. Потому что, как мы понимаем, конечными потребителями этих масок будут те же постояльцы домов престарелых, кризисных центров, посетители Красного Креста и так далее. Я специально постараюсь сделать все, чтобы получить эти маски физически и посмотреть, что это за маски. Но вот то, что эта закупка передается в Министерство обороны, говорит о том, что что-то в государственном управлении в этом плане нехорошо. Ну, может быть, наоборот, может быть, мы плохо о них думаем, может быть, в Министерство обороны доступны какие-то другие ресурсы, нежели обычным гражданским людям. Там через НАТО эти маски поставляются централизованно и какие-то особо хорошие и так далее. Может быть, мы плохо думаем о них зря. Понимаешь, если бы эти маски закупались для нужд военнослужащих, это была бы одна история. Но когда эти закупки будут осуществлять Министерство обороны для страны в целом, здесь я буду действовать и действую постоянно как человек, который всегда рассчитывает на самый плохой сценарий. Это, в принципе, для депутата оппозиции и вообще для депутата абсолютно нормально. Это обычный маркетинговый анализ рисков. То есть мы смотрим, мы исходим из того, что может быть самым плохим. То есть, условно, за самые большие деньги государство вдруг закупит не очень хороший товар. Так уже его закупила. Да, о чём и речь. Мы же знаем. Последние скандалы связаны с тем, что в Америке протестировали маски, закупленные из Китая, чья марка и спецификация совпадают с теми, которые были закуплены в Латвии. Я не могу сказать, что 100% это так в отношении Латвии. Почему? Потому что мы не знаем номер партии, ты прекрасно знаешь, да? Китай – страна огромная. И если они производят эти маски сотнями, миллионов, то это не означает, что одна партия будет такой, другая – другой. Хотя я подозреваю, что, скорее всего, у нас может быть даже хуже. То есть здесь возможны два варианта. Либо мы получили такие же маски, которые проверяли в Америке, либо мы получили лучше, либо мы получили хуже. То есть в Америке присутствует входной контроль, а у нас он отсутствует, по сути. Да, у нас получается странно. Ещё одна история, которую я знаю наверняка из 100% из надёжного источника, о том, что для нужд социальных служб самоуправлений был объявлен конкурс с Минздравом в июне месяце. Ну, как ты знаешь, для того, чтобы произвести закупку, необходимо разработать спецификацию, то есть условия для этого конкурса. И к разработке правил этого конкурса были привлечены исследователи из Рижского технического университета. И они разработали такие правила, что этот конкурс закончился безрезультатно. То есть ни одно предприятие в Латвии и в мире не смогло предложить нам те маски, требования которым разработали наши исследователи из технического университета. Что говорит о том, что первое, возможно, вообще в мире сейчас большая проблема с этими масками, и ни одна из них не спасает от этого вируса. И, возможно, мы действительно занимаемся такой всеобщей имитацией этого всего. И, как правильно сказал господин Рансенс, просто говорим о некоем процентном уменьшении, возможном этого риска заразиться этим вирусом. Но здесь будет уместен тот же вопрос, который задавали все наши замечательные популисты во главе с Гобзомсом. Чем в этом случае отличается обыкновенный вязанный шарф от этой маски? Возможно, что это действительно так. Если мы ведем речь о вирусе, размер которого настолько микроскопичен, что... Я могу сказать так. Естественно, это все не ново под луной. Почитайте, пожалуйста, в гугле, наберите «Чума в СССР», и вы прочитаете замечательную историю о том, как один из высокопоставленных художников, тогда были такие в СССР, съездил в Индию, присутствовал при сожжении брамина, умершего от бубона, чумой, и привез, сам заболел, заразился чумой, и привез ее в Москву. И, естественно, попал в больницу с совершенно выраженными симптомами чумы, не могли определить, но в итоге там было так, что от этого художника произошло заражение через... То есть заболел подросток, который лежал этажом выше на кровати, которая была рядом с вентиляционным люком. Моя подруга, которая еще старше меня, вспомнила о том, как в Латвии был очень строгий карантин в связи с эпидемией гриппа. Это было еще в советское время. Она говорит, что все было то же самое. То есть были закрыты школы, везде проходили дезинфекции. Всем рекомендовали там сидеть дома. Отправляли на карантин сразу целые рабочие коллективы и так далее. То есть, в принципе, все это не новое. Возможно, просто вот эти реакции на все меры, которые вводятся, они связаны с тем, что люди действительно не знают вот этих вот историй из истории. И имеют очень небольшие знания, к сожалению, в том числе из-за проблем с нашей системой образования. Не знают ни химии, ни биологии, ни основ медицины. Ну вот, к сожалению. Ну, все-таки средства индивидуальной защиты, как ты считаешь, должны закупать государственные структуры, а не перекладывать это на плечи семейных врачей и больниц? Семейные врачи – да. Потому что, например, с той же вакцины для гриппа я с удивлением узнала, что семейные врачи имеют право закупать определенные вакцины, хранить у себя. То есть, они являются их держателями. И, кстати, могу сказать, что именно семейные врачи некоторые являются сейчас эксклюзивными обладателями этой вакцины. Потому что в доступе, то есть не в оптовой сети аптечной, не, естественно, в розничной, куда она попадает за оптовой, этих вакцин просто нет. Их просто нет физически. То есть, мы ставили эксперимент, обзванивали все сети, сказали, в лучшем случае в декабре. Или ищите у кого-то, вот у семейных врачей, рассеянных по всей территории Латвии. И вот именно обзванивая семейных, мы уже выяснили, что да, кое-где есть, они их держат, так придерживают для каких-то там острых случаев. Или для тех пациентов, которые они считают, ну, действительно, реально в зоне риска. Которому, если они заболеют гриппом, то тем самым они ослабят свой иммунитет для заражения ковидом. Так, мы предлагаем нашим радиослушателям звонить в студию, задавать вопросы, делиться своими мнениями. По телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, в студии находится депутат Сейма Регина Лочмилы. Она занимается сейчас активно темой профилактики населения Латвии от заболевания коронавирусом. Вот у нас есть, кстати, звонок, давайте послушаем. Регина, надевайте наушники. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, я вчера был в Эстонии, в Тальнии, да. И, вы знаете, там по радио очень четко, свободно говорили о том, что производится закупка и озвучилась цена. Государство закупает эти маски по цене 5 евроцентов. Ну, как бы все открыто. 5 евроцентов, это, очевидно, одноразово, но в любом случае это намного ниже, чем та цена, по которой эти одноразовые маски продаются у нас. Ну, вы знаете, немного смешно, да. Я захожу в аптеку, мне предлагают по 75 евроцентов купить маску, да. И потом я захожу в магазин, извините, там чисто специализирующаяся, бозлая такая называется, да. Говорят, алкоголем торгуют. И там маска продается по 30 евроцентов. Да. Как-то так немножко... Ну, а вот вы были в Эстонии, как вообще там обстановка, все ли люди носят маски, какие увидели... Нет, в магазинах нету, нет, 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 нет. В магазинах, пожалуйста, ходите без масок, да. И, ну, как бы люди так очень там... Даже в Финляндии большой процент, ну, больше, чем у нас в заразонах, но, тем не менее, там, как бы сообщение между Эстонией и Финляндией, ну, как бы... Не прервано. Да, все друг к другу ездят, и, как бы, свободный такой очень довольно-таки режим. Ну, я соглашусь... Я соглашусь с тем, что ношение масок, на мой взгляд, является, скорее, таким психологическим моментом, неким дисциплинирующим. Нет, ну, вы знаете, как бы вот это давно уже было, там, я не знаю, там, месяца 4 назад немецкий вирус доказал, что этот вирус составляется на 8 метров. Там эти 2 метра якобы... Почему-то в Литве, например, 1,5 метра надо. У нас почему-то 2 метра. Согласитесь... А на 8 метров он, наверное, распространяет, уже доказано. Согласитесь, что человек, который изучал физику, соответственно, понимает, что вот это распространение на какое расстояние зависит от очень многих факторов, да? То есть человек при общении с вами говорит, кашляет, кричит... Влажность воздуха. Влажность воздуха. Там все там играет роль огромное количество факторов, чисто физических, которые помогают этому вирусу распространяться. А более того, не будем забывать, что ученые, к сожалению, пока обладают слишком небольшим количеством исследований и не могут до конца ответить на вот эти вот вопросы, которые ставят люди. Когда ты хочешь понять, как сделать так, чтобы не заразиться, они реально ответить не могут, потому что... И объясняют это тем, что прошел слишком небольшой период с начала пандемии. Они обладают недостаточным количеством первичных данных для того, чтобы их проанализировать и смоделировать какие-то пути решения этого всего. Ну, когда говорят о том, что ситуацию с коронавирусом нагнетают, я могу где-то с этим согласиться, потому что, когда только началась эта вся история, первоначально наш Центр профилактики и контроля заболеваний не сообщал, сколько людей, например, находится в больнице из выявленных там и так далее. Сейчас такие цифры публикуются. И, кстати, в вашем запросе Минздрава, в Минздрав тоже вы спрашивали, какое количество больничных коек имеется, какое из них занято и так далее. И Минздрав ответил, что в данный момент занятость вот этих больничных коек составляет 66-67%. Но вот по цифрам публикуется, что общее количество людей с коронавирусом, который находится в больницах, достигло 182, ну это на вчерашний день. У 7 человек болезнь протекала в тяжелой форме. Вот из данных, которые дал Минздрав, что можно понять о количестве больничных коек, доступных в Латвии для лечения таких больных, о количестве доступных аппаратов искусственной вентиляции легких и так далее. Вот это, Регина, расскажите. Из этих цифр стало понятно одно. Первое, что в случае необходимости Латвия может развернуть еще тысячу мест для больных ковидом. Не будем забывать, что здесь играет роль не только количество аппаратов и ВЛ, эту цифру мы запрашивали у Минздрава. Но, к сожалению, одним этими аппаратами невозможно поддерживать жизнь человека, у которого реально, как я говорю, схлопываются легкие. То есть у него наступает легочный синдром, он просто не может дышать. Потому что необходимо еще обеспечить изоляцию от других больных, необходимо обеспечить так называемые насадки-присадки. То есть у каждого человека, как это моевало, должны быть индивидуальные маска, трубка и так далее. Должен быть медперсонал, который умеет со всем этим обращаться. У этого медперсонала должны быть защитные костюмы, маски и так далее. Я могу сказать, что именно как реакция на наш запрос, я думаю, что это совершенно нормально. Спасибо Минздраву. Было их решение о том, что вчера было это решение, что с сегодняшнего дня все больницы Латвии должны обеспечить ежедневно 15-процентный резерв больничных коек именно для потенциальных больных ковидом. И это решение означает две вещи. Первое, что они понимают, что число больных может возрасти. И второе, что, к сожалению, на этот период, когда мы в качестве приоритета выдвигаем медицинское обслуживание инфицированных ковидом, все остальные больные люди, которые нуждаются в медицинской помощи, отходят практически на второй план. И если мы говорим о том, что меня очень и очень беспокоит, ну да, мы не знаем, как происходит заражение ковидом, но я скажу, меня больше, допустим, волнует, как и почему мы заражаемся раком, если честно. Потому что вот те истории, которые я выслушиваю практически каждую неделю от людей, которые уже знают свой диагноз и знают, что они умрут, это намного более страшно, чем истории про ковид, где выживает все-таки огромный процент и умирает ничтожный процент. Поэтому здесь, к сожалению, вот эта история, она действительно очень напоминает то, что было вот это вот страшное заявление, которое сделала комиссия по медицинской этике о том, что они распределили пациентов как на светофоре красный, желтый, зеленый, и сказали, что вот в случае, если будет слишком большой наплыв больных, то вот пожилые люди с большим набором осложнений. И хронические больные тоже. Просто мы оставляем без медицинской помощи и лечим. То есть предлагается метод, который вообще противоречит абсолютно клятве Гиппократа, потому что клятву Гиппократа сражаться до конца, цепляться даже если это 0,01% вероятности, что человек выживет, врач обязуется эту сотую долю процента использовать. А здесь наоборот, он должен с самого начала начать лечить тех, кто выживет 100%, потом вернуться к тем, кто может быть выживет maybe, то есть желтый цвет до 50%, а про те, кто красных, просто забыть, ну вот это уже, знаете, на грани реально фашизма. Ну, то есть Минздрав ответил, что да, он консультируется с обществами профессионалов, Латвийское общество врачей сделало такое заявление, что сортировать больных при вспышке пандемии необходимо, и Минздрав профессионально с этим согласен. При этом они еще ссылаются на, скажем так, правила, установленные центром катастроф. Я теперь очень хочу посмотреть на полный набор этих документов нашего национального центра катастроф. Это означает, что мы живем и не знаем, что в случае, если, я не знаю, в Латвии случится какое-то стихийное бедствие, людей тоже начнут сортировать, чтобы уже заранее рассортированы по вот этим принципам. Получается, что мы живем в ситуации, когда мощности нашего здравоохранения заранее заточены на то, чтобы нас потом делили на тех, кого спасать и кому умирать. Да, у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Скажите, пожалуйста, сейчас заражена вся планета биологическим коронавирусом. Кто и когда, наконец, за это преступление ответит? Спасибо. Вы знаете, это было бы здорово, если бы была возможность установить, кто в этом виноват. Но, к сожалению, пока никаких реальных данных о том, что это была умышленная биологическая диверсия, которая имеет реальных своих авторов, ну, к сожалению, этого нет. И существует сейчас масса версий по поводу всемирного заговора, чего-то там еще и так далее. Но от этого людям не легче, поэтому обсуждать давайте еще. Особенно жалко наших детей, потому что вот у меня младший сын, он в 7 классе, сейчас отправлен на удаленное обучение, он меня каждую неделю спрашивает, мам, ну что, какие там новости? Когда-нибудь мы вернемся в школу? Они так хотят в школу, они так хотят видеть своих одноклассников, общаться с ними, а не видеть их только на удаленном режиме видеоконференции. Так что детей безумно жалко, конечно. Давайте мы еще послушаем наших радиослушателей. Добрый день, говорите. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Антон. Очень приятно. Я хотел немножко прокомментировать по поводу того, что госпожа Лочмола сказала насчет процентов коек. Я, конечно, на 100% не уверен, но в новостях писали, что как раз в больнице должны 15% коек оставлять под другие острые заболевания, а не под ковидных пациентов. Возможно, у нее есть какая-то дополнительная информация. И второй момент по поводу тренажа или сортировки о том, что вы говорили. Я могу ответить сразу. Нет, именно так, как я сказала, потому что вторым, скажем так, призывом к населению было проявить понимание того, что на этот период люди, которые имеют заболевание и нуждаются в медицинской помощи так называемого второго уровня, к сожалению, им придется подождать. Второй ваш вопрос, пожалуйста. Ну, значит, видимо, информагентство как-то неправильно интерпретировали. Возможно. И второй момент по поводу тренажа и того, что вы говорите, что там страшно или нет, но тренаж, любой тренаж медицинский связан именно с катастрофической ситуацией и распределением... То есть это распределение на спетофор вот это? Распределение пациентов. Да. Он будет присутствовать только в том случае, если будет очень большой наплыв пациентов, тогда, когда это было в Италиях в первую волну коронавируса, да, и в любых других случаях этого не будет делаться. И последний комментарий, к клятве Гиппократа нет ни одного слова о последних сотых долях процента. Естественно, естественно. Если вы хотите, вы прочитаете клятву Гиппократа и клятву врача, которая сейчас сделана на основе клятвы Гиппократа. Официально клятва Гиппократа звучит совершенно по-другому. Я понимаю, что там нету ссылок на проценты, но я абсолютно правильно передала дух клятвы Гиппократа. То есть бороться за спасение жизни пациента до последнего. Ну, вы считаете тогда клятву Гиппократа? Ну, я понимаю, что вы ее знаете. Вы мне просто... То есть вы считаете... Клятву Гиппократа сказано, что... Нет, я не хочу вас убедить, просто если вы... Меня не надо убеждать. Вы защищаете честь профессии. Вы защищаете честь профессии. Вы сейчас хотите сказать... Я говорю о том, что если вы не читали клятву Гиппократа или клятву врача, которую дают врачи по окончанию университета, это не клятва Гиппократа, то не надо оперировать какими-то понятиями... Хорошо, давайте мы не будем тут перепалку сать. Извините, пожалуйста, я хочу вас спросить. Вот если вы работаете сейчас в медицине, как я понимаю, вы имеете отношение к этой профессии, как вы оцениваете защиту врачей, оплату их труда в данный момент? Какова нагрузка? С чем вы сталкиваетесь? С какими вызовами? Я в острой медицине работаю не так много уже, но в любом случае вызовы контакта с пациентами есть. Нагрузка в любом случае большая. В основном в своей массе все равно нагрузка сейчас лежит на больнице Галия, на инфекционологическом центре. У них, конечно, там большая переработка и сложности. Оплата труда – это больной вопрос, поэтому я думаю, что не стоит сейчас об этом говорить. Почему стоит? Мы, кстати, просим. Мы, кстати, просим как раз в медицине на деньги. Если мы говорим про оплату труда, если мы говорим про оплату труда, то, конечно, в любом случае оплата труда в сравнении с тем объемом работы, который выполняется, она все равно недостаточна, но учитывая то, что денег нет, хотя их так много, как говорил наш премьер-министр, но их вдруг больше нет, то пока сейчас об этом говорить не так уж и важно. Важно говорить о том, какая должна быть правильная инфраструктура и как правильно организовывать работу, когда все пациенты сначала раскидываются в одну больницу, потом пытаются раскидать по другим больницам и инфицировать, если мы говорим опять же про ковидных пациентов, инфицировать другие, скажем так, условно чистые больницы, но логика Минздрава здесь не совсем ясна. Но это уже отдельный момент, в котором нужно разговаривать с соответственными лицами в Минздраве. Вы сейчас имеете возможность депутату Сейма высказать свое предложение о том, как улучшить эту систему. Прошу вас, скажите, она же не медик, она не знает, может быть, ваше предложение, ваш совет будет полезным? Окей, хорошо. Если мы говорим о том, что сейчас планировали ограничить плановую помощь, то если больные с ковидом, сейчас в основном Сейма стационируются в большие университетские больницы, то плановую помощь было бы логичнее, например, перевести в маленькие стационары. Не только в региональные стационары, в Париге есть маленький стационар, та же первая больница. Но они имеют другой статус. Я поняла. Они могут оказывать оперативную помощь и плановую помощь. Почему больных условно с отрицательным анализом на ковид нельзя направлять туда? Почему бы все равно... Объясню, я могу... Нет, нет, ну человек предлагает, надо. Нет, я могу сразу объяснить, что это все реально возможно, это Минздрав может делать без изменений законов. Все, что для этого нужно, это нужно НВД заключать договоры с той же, допустим, первой больницей, которая является больницей самоуправления Риги. То есть это разный статус. У нас есть государственные больницы, у нас есть больницы, которые принадлежат самоуправлению, и есть частные клиники. В принципе, вы абсолютно правы, что наш Минздрав может очень оперативно заключать договоры и с муниципальными больницами, и с частными клиниками, для того, чтобы эта ротация, которая происходит... Сейчас я слышу страшные рассказы о том, как на скорой бомжей везут из Риги под куда-то там, под ЦЭСИС, а потом, когда их выписывают, они говорят, у нас нет денег добраться до Риги, и медики вызывают муниципальную полицию, которая их довозит до границы Риги, и там высаживают, и дальше люди идут пешком. То есть здесь еще вот этот момент, правильно, логистики, ротации. Я понимаю, что все работают с огромными нагрузками, но для этого и необходимы вот эти вот кризисные штабы, которые бы эти все проблемы быстренько аккумулировали и принимали оперативные решения. Антон, спасибо вам огромное. Я перед врачами снимаю шляпу, абсолютно. И все эти упреки были адресованы, естественно, не тем, кто непосредственно работает с больными, а тем, кто организует, планирует и контролирует систему здравоохранения в нашей стране. Спасибо, Антон, за ваши комментарии, за ваши предложения. Желаем вам удачи, здоровья, и чтобы вы оставались в стране. Ну, как видно из звонка нашего радиослушателя, получается, что все-таки власти каким-то образом пользуются, что ли, патриотизмом людей, да? То есть они понимают, что им недоплачивают, но они все равно работают, выполняют свой долг. И, конечно, это вызывает такое чувство огорчения по поводу того, что власти используют таким образом врачей, не отдавая им даже того, что им положено за ту работу, которую они делают. У нас есть еще звонки, звоните, дозванивайтесь. Вот у нас есть сейчас звоночек. Добрый день. Послушаем вас. Добрый день. Говорите. Добрый день. Да, меня зовут Давид. У меня просто вопрос насчет министра здравоохранения, да? Она недавно выступала по Болткому, и когда у нее спросили насчет зарплат медиков, она ответила, что это решение коалиции, я за чужие решения отвечать не буду. Тогда почему она там до сих пор министр здравоохранения? Она ждет коалиции. Давид, вот насчет зарплат медиков я могу сказать, специально готовясь к этой передаче, я выписала о том, какие цифры заложены в бюджет будущего года по повышению зарплат медицинских работников. Значит, если мы берем план, бюджетный план на три ближайшие года, то на 2021 год на повышение зарплат медиков запланировано 176 миллионов 700 тысяч, ну, почти 177 миллионов, и такие же цифры на два последующих года, на 2022 и на 2023. В процентуальном отношении это повышение составляет более 25%, то есть на четверть. Естественно, что это повышение будет касаться в первую очередь, ну, скажем так, наибольший удельный вес, повышение зарплаты придется на тех, кто получает наиболее низкие зарплаты. Медицинские сестры, то есть. Да, естественно, естественно. Потому что это самая большая проблема, нехватка медсестер связана, и младшего медперсонала связана в первую очередь с тем, что, ну, маленькие у нас зарплаты, неконкурентоспособные по сравнению с другими европейскими странами, и в этом была огромная проблема. Поэтому, слава богу, хотя бы вопрос повышения зарплат медиков сейчас на уровне государственного планирования бюджета, да, он решается. Но то, о чём говорил Антон, это какие-то организационные проблемы с той же ротацией, распределением больных, специализации больниц на лечение того или иного заболевания. Возможно, здесь действительно, почему Минздрав вот за это время с весенней эпидемией не решил вопрос, условно так, так называемый мобильный госпиталь, который можно было бы развернуть, как это делали в том же Китае, в той же Москве, просто его выставить, чтобы оставить остальные больницы в покое, сохранив их специализацию, чтобы не нужно было перевозить из регионов больных в Ригу и обратно. Ну, кстати, мобильный госпиталь в Галезерс, судя по сообщениям госконтроля и обследованиям, которые делались, имеет около 30% свободных помещений. То есть не нужно строить в чистом поле. Нет, вообще свободные помещения, которые не использовались. Это была проблема этой больницы, которая существовала многие годы, просто потому, что количество коек сокращалось. Ведь у нас Латвия вошла в период независимости с самым большим количеством удельным больничных коек на 100 тысяч населения. А за вот эти 30 лет количество коек было сокращено втрое. И таким образом мы теперь находимся на одном из последних мест в Евросоюзе по количеству коек на 100 тысяч населения. Это опять-таки вопрос менеджмента. Люся, можно я очень быстро, отвечая Антону, я открыла клятву Гиппократа, и здесь есть следующие строки. Я направлю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Вот это вот слово несправедливость является тем самым ужасным моментом, когда мы говорим о распределении больных по типу светофора, кому жить и кому умирать. Хорошо, у нас есть еще звонок. В мирное время у нас не война, не катастрофа. Добрый день, говорите. Здравствуйте, еще раз это Антон. Еще раз Антон, да, слушаем вас. Гиппократа, но, как я еще раз говорил, к сожалению, в ситуации медицинных катастроф, где используется этот триаж, существует другой принцип о том, что нужно помогать тому, у кого есть больший шанс выжить. Это несправедливый принцип, но это касательно только медицинных катастроф. Ну, видите, это когда упал самолет. Антон, я прекрасно понимаю, о чем... Тогда, когда будет слишком тяжелая ситуация со стационарами, со всеми остальными делами. Мы можем долго дискутировать о том, насколько этот принцип справедлив, да, и насколько он соответствует медицинской этике и так далее. Но это ситуация, когда другого выхода нет. Абсолютно верно. Но я думаю, что у нас до такого дойдет. Абсолютно верно. Потому что, когда другого выхода нет, это, простите, уже война или авиакатастрофа. У меня в свое время тоже был военный билет. Я училась на военной кафедре, являюсь медсестрой гражданской обороны. Прекрасно знаю все, как, допустим, в случае землетрясения, прежде чем вытащить человека, пролежавшего больше определенного количества часов, сжатие под обломками, что сначала ему нужно ложить жгут и ампутировать конечность, потому что если ты его вынешь, то токсины, которые образовались в давленной конечности, просто его убьют буквально через несколько минут. Это все понятно. Вопрос просто для людей, почему мы вообще обнародовали нечто такое в той ситуации, когда у нас не война и не катастрофа, и в той ситуации, когда Латвия является членом Евросоюза, который сказал, пожалуйста, вот в случае необходимости, вот вам 4 миллиарда, которые мы могли бы помочь. Речь о том, что мы транслируем, какие послания мы транслируем обществу, которое не обязано разбираться в этих нюансах, в которых разбирается Антон. И Антону огромное спасибо. И слава Богу, что у нас такие высокоотверженные врачи есть. Самоотверженные врачи есть. Самоотверженные врачи в стране. У нас есть еще звонок. Давайте последний примем. Добрый день. Говорите. Добрый день. Да. Добрый день. Сейчас можно задать вопрос, да? Да. Пожалуйста. Да. Меня интересует прививка, она ковид. Когда в Латвии она появится? Значит, в бюджете следующего года, 21-го, заложены деньги на закупку 600 тысяч вакцин от ковида. Это сделано специально в ожидании этой реальной вакцины, которая реально может быть уже в следующем году. Более того, вчера появилась информация о том, что по заказу одной швейцарской фармацевтической компании разработкой такой вакцины занимаются ученые Латвии. Поэтому именно 21-й год станет поворотным в истории с этой эпидемией. Будем надеяться. Очень странной и, скажем так, системной. Потому что, я не знаю, ни одного человека, Эпидемия охватила не только здоровье, но и умы, и, к сожалению, сферу медицинского обеспечения. Абсолютно. Еще раз, еще один звонок давайте примем. Добрый день. Говорите. Вы положили трубку почему-то. Но прививку на ковид когда появится? Уже ответила Регина, да. Когда она появится, мы, естественно, ответить не можем. Потому что для того, чтобы прививка могла уйти в народ, то есть чтобы мы могли прививать людей от ковида, необходимо, чтобы она была не только разработана, необходимо, чтобы она была протестирована, и чтобы мы могли сказать, что она безопасна. Не болтайте. Не болтайте время. В России она давно уже разработана, уже прививаются вовсю. И 20 стран уже подписались на нее. Так что нечем здесь сам разводить всякую ерунду. Почему сам Латвия не может выпускать в Волойне эту прививку? Что же и дети вечно у вас? Спасибо большое. К сожалению, я была бы очень рада, если бы это было бы действительно так. Пока, к сожалению, ситуация обратная. У меня огромное количество знакомых России, которые болели или уже переболели, и которые рассказывают о реальной ситуации с ковидом. К сожалению, ничего блестящего нету и в России в том числе. Ну что ж, мы сегодня обсуждали тему защиты населения Латвии от коронавируса. Наша гостья, депутация Маригина Лочмилы, бьется с Минздравом с тем, чтобы добиться адекватной реакции на происходящее событие. Наконец-то выяснено, сколько у нас имеется аппаратов искусственной вентиляции легких. Количество этих аппаратов за лето увеличилось около на 50, наверное, единиц примерно. То есть сейчас их общее количество достигает где-то 400. Количество коек, которые имеются для интенсивной терапии, составляет где-то порядка, наверное, 400-500 по всей стране. Не забывайте, что эти койки нужны еще для тех, кто пережил инфаркт, инсульты, послеоперационные и так далее. Сегодня ситуация заполняемости больниц пока находится на управляемом уровне, это где-то 66-67%. Уже правительство обсуждало вопрос о том, что будет, если эпидемия пойдет на дальнейшее развитие и койки заполнятся на 80%, в этом случае нас ждут более жесткие меры, ограничительные. Но, к сожалению, пока отсутствует корреляция между вводимыми мерами и реальной заболеваемостью. Да, реакция запаздывает. И это самое ужасное вообще, что может быть, что мы что-то предпринимаем с опозданием. Ну, кстати, я могу, наверное, высказать такое предположение или предложение депутатам, чтобы, может быть, они запросили у Минздрава, поскольку депутатам Минздрав отвечает в течение недели по закону. То есть, это такой реальный инструмент быстрого воздействия на чиновников и на бюрократов и спросить, какие меры предприняты для того, чтобы улучшить логистику пациентов, чтобы не возить, не заражать новые точки, не создавать очаги заражения по стране, а все-таки сконцентрировать усилия в каких-то одних руках и для того, чтобы люди могли получать и квалифицированную помощь, и быстро это делалось, и чтобы не создавались новые какие-то точки горячие на территории страны. Будем наблюдать за ситуацией, контролировать действиями здрава нашим радиослушателям хочу сказать большое спасибо за активность, за то, что звонили, я вижу, что телефон по-прежнему активен. Вы, Регине Лочмеле, можете задавать вопросы на фейсбуке, ее профиль как человека, как депутата открыт, да, и, пожалуйста, любые запросы можно ей адресовать, она очень откликается, реагирует на все. Спасибо, Регина, за ваш труд, за то, что вы 24 на 7 на посту и хотелось бы... Спасибо огромное, Люся, за приглашение, спасибо радио болтком, вы делаете огромную работу, вы держите постоянно людей в отличном информационном поле и работаете как безусловная обратная связь. И всем нам хочу пожелать здоровья. В программе подоплека была депутация Маригины Лочмеле, провела программу Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копеин. Всем здоровья, берегите себя, берегите свои семьи и гуляйте на свежем воздухе, укрепляйте иммунитет. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.